Фрукты и овощи Узбекистана известны своим изобилием и сладостью. Свежие, спелые и необычайно ароматные давно стали визитной карточкой страны. На экспортных показателях позитивно отражается динамика торгово-экономических отношений. О том, какой доход принесли продовольственные товары за 8 месяцев, узнавал наш корреспондент. 655 миллионов долларов на эту сумму. Но только в этом году Узбекистаном был осуществлен экспорт овощей и фруктов в основном в Казахстан, Россию, Кыргызстан, Китай и Белоруссию. Высокий спрос на наши продукты обусловлен тем, что они имеют неповторимый вкус и разнообразие сортов. Наибольшее количество поставляется из Ферганской, Сурхандаринской, Самаркандской, Нижанской и Ташкентской областей. Наша организация уже работает более 4000 предпринимателями. Большую долю занимает именно сельхозпродукции, овощи, фрукты, которые экспортируют в Узбекистане. В частности, можем сказать, в этом году у нас большие достижения при экспорте персика. В этом играла очень большую роль помощь предпринимателям. Это различные субсидии, которые предоставляет государство для предпринимателя. Только в Сурхандаринской области в этом году экспорт овощей и фруктов составил более 80 миллионов долларов. Производимая продукция поставляется в 24 страны мира. В числе фаворитов фасоль, виноград, орехи, сухофрукты, сливы, помидоры и огурцы. В 2021 году осуществили экспорт продукции на 102 миллиона долларов. В течение 9 месяцев текущего года экспортировали 110 тысяч тонн фруктов и овощей в такие страны, как Пакистан, Россия, Афганистан, Китай. На данном предприятии в Ангорском районе методом капельного орошения поливается территория площадью 65 гектаров. Примечательно, что больше половины полученного урожая экспортируются за границу. Высадив первым урожаем баклажаны, перец, арбузы и дыни, уже осуществили их экспорт. Сейчас в качестве второго урожая посадили капусту и брокколи. Они полностью созреют в декабре или январе. После того, как фермерские хозяйства на базе кластеров проверят готовую продукцию, с таможенными органами составляется электронное декларирование. И только потом товары могут быть доставлены на рынки зарубежных стран в короткие сроки. По сегодняшний день уже зарегистрировано порядка 23 тысяч таможенных деклараций. Цель же организации основного поста по выдаче дистанционных деклараций – предотвращение коррупционных случаев, создание удобств для предпринимателей и сокращение бюрократии. 94 тысячи тонны продукции экспортировано на внешние рынки Андижанской области. При этом чистая прибыль составила около 27 миллионов долларов США.